Всем привет! С вами студенческая мегаслужба Омского ГАО. Вот и подошел к концу января. Даже не верится, что так быстро. Сам январь не так был полон на события, однако эмоции подарил только положительные. А о них мы поговорим чуть позже. А сейчас к главным новостям января. 22 и 24 января в нашем университете проходил региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по биологии. Два дня школьники из Омска и Омской области решали подготовленные для них теоретические и практические задания. Мы верим, что участники пройдут в следующий этап и поборются за победу. 25 января студенты Омского ГАО, несмотря на мороз, вышли на улицу, чтобы провести флешмоб, посвященный Дню Российского Студенчества. Участники танцевали возле корпусов нашего университета и заряжали всех прохожих позитивным настроением. Студенческая медиаслужба снимала флешмоб и подготовила видеоролик, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. 2019 год – год начала нового столетия нашего университета. И лучше всего его начать с ознакомления с историей нашего вуза. Омский ГАО принял участие в масштабном проекте «Музей онлайн». Теперь главный музей университета открыт для виртуального посещения 24 часа в сутки. Руководство университета рассказало СМИ о том, как в дальнейшем будет развиваться музейный комплекс. Я хочу сказать, что, наверное, музей в классическом смысле, когда мы, допустим, сейчас и не стоим, музей закрыт, сквозится, уж разве нет тишина, никого, можно сидеть над архивом и ходить по одному в одиночку работать. Это вчерашний день. В этом смысле я считаю, что сегодня это неправильно использовать такой потенциал, такой ресурс. Сегодня с точки зрения доктрины развития музейного дела, а у нас есть дорожная карта развития вуза до 2025 года, и вот мы ей прописали, мы фактически хотим создать живое понимание, живой музей, который будет наполнен школьниками, ветеранами. А к 75-летию Победы в вузе откроется экспозиция «Детство, опаленной войной», которая расскажет о судьбах омских ученых-аграриев. А если вы еще не знакомы с музеями или хотите погрузиться в историю еще раз, то ищите ссылку на виртуальный музей в описании к видео. А на этом все. Наши новости закончились, но остались положительные новости, которые мы с радостью поделимся с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчик. И делитесь с друзьями. И соцсети тоже не забывайте. У нас есть Инстаграм. И ВКонтакте. Да. До свидания. Продолжение следует...